Всем привет! Это «Осторожно! Новости». Здесь мы обсуждаем самые главные события недели, по фактам и немного больше. Мы работаем для тех, кто хотел бы быть не только в курсе новостей, но и видеть, что на самом деле за ними стоит. 25-летний срок для Владимира Карамурзы. Опять слишком назойливо рифмуется с новым 37-м. Как перестать вообще постоянно повторяться, если каждую неделю нам дают все больше поводов для болезненных сравнений? Умные камеры приходят на помощь военкоматам и госуслугам. Государство продолжает заботиться о том, чтобы загнать вас под Бахмут современно и очень технологично. Импортозамещение Урганта силами Воли, Соболева и Канделаки. Как безопасно водить хороводы на минном поле. Ну а еще приключения фейкового адвоката Собчак, на которого подал в суд Данила Козловский. Путин и Зеленский съездили на фронт. И невиданная отебель в бессмертном полке. Наклей деда на победу. А прямо сейчас поставьте лайк этому видео. Пожалуйста, не скупитесь и поставьте. Кнопка прямо вот здесь, внизу, к новостям. Поехали. Я хотела бы, конечно, начать с того, о чем почти никто не говорит. С ужасной, кровавой, бессмысленной, братоубийственной и даже немыслимой войны. Я, как вы понимаете, об эфиопской войне. На этой неделе журнал «Экономист» выяснил, что война в эфиопском Теграе была самой кровопролитной за все последние годы. По разным данным, в этой гражданской войне погибло от 400 до 600 тысяч человек. Причем погибших настолько никто не считал, что эфиопский омбудсмен говорит о 80 тысячах жертв и просит не преувеличивать. Голод, массовая резня, военные преступления, использование сексуальных преступлений как орудия войны. Причем все это в огромных масштабах. Ну, то есть если только погибших 600 тысяч, то пострадавших от этой войны миллионы. Мирное соглашение заключили в ноябре. После двух лет войны власти мятежного региона разоружили свою 200-тысячную армию. Восстановлено авиасообщение внутри страны. Но вот вы меня спросите, почему я вдруг обратила внимание на эту новость? Дело в том, что цифра в 600 тысяч появилась еще в январе. И с тех пор ничего нового не произошло. «Икономист» ссылается на те же слова посредника Африканского союза по Эфиопии, которого все цитировали еще зимой. И вот этот нынешний всплеск интереса к Эфиопии, он только потому, что «Икономист» добавил в заголовок, ну, конечно, слово «Украина» и сравнил количество жертв. Все-таки мысль о том, что мир не заметил полмиллиона погибших, отлично дополняется тем фактом, что первого упоминания об этой цифре мир тоже не заметил. Но это просто к тому, как сегодня работают современные новости. Рано утром во вторник ТАСС сообщил, президент Путин посетил штаб группировки войск Днепр на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии Восток, неподалеку от Луганска. Внезапный визит в зону проведения СВО должен был показать уровень организации. Но ведь вы понимаете, посещение штабов, уязвимых для украинской артиллерии, требует строгой секретности и исключает утечки. В штабе Херсонского направления Путин провел совещание группировки войск и подарил военным копии икон. На это все и обратили внимание. Вот это «сейчас Пасха будет» и навело журналистов на мысль, что Путин был в штабах до пасхального воскресенья. Дмитрий Песков сразу же сообщил, что Путин был в Херсонской и Луганской областях вчера, ну, то есть в понедельник. Но на видео, опубликованном на сайте Кремля, слово «будет» на всякий случай подрезали. С одной стороны, так версия конспирологов еще больше укрепилась. С другой, провластные комментаторы восхитились уровнем работы спецслужб. Если президент летал в зону СВО на прошлой неделе, и никто до вторника об этом не узнал, то организовано все действительно неплохо. В тот же вторник офис президента Украины сообщил о практически зеркальной поездке на фронт Владимира Зеленского. Во Авдеевке, это всего в 20 километрах от Донецка, Зеленский посетил передовые позиции войск, навестил раненых в госпитале, вручил награды и провел совещание. В общем, в этом как бы неформальном соревновании на этой неделе ничья. Один-один. Специалисты обратили внимание на то, что Путин в штабах был без Шойгу и Герасимова и общался напрямую с генералами Михаилом Теплинским и Александром Лапиным, как бы повышая тем самым их статус. Похоже, оба не просто не вопали, а на пике аппаратного веса. Акции Минобороны в соревновании с ЧВК Вагнера опять подросли. Но в Москве настоящей звездой новостей был не какой-нибудь там боевой генерал, а простой полковник. Московского военкома Максима Локтева на этой неделе цитировали вообще все. После принятых на прошлой неделе поправок об электронных повестках все успели как бы немного выдохнуть. Ведь их соавтор Картополов и глава Минцифры Шадаев говорили, что призывать по госуслугам начнут не раньше осени. И вот появляется вдруг никому неизвестный полковник Локтев и одним, так сказать, махом убирает всех с информационной доски. Начнем в тестовом режиме повестки, проводить оповещение граждан уявки военной комиссариаты через портал госуслуг, через смс-сообщение, ну и в телефонном режиме. Это вот такая вот особенность. И хотя в среду Картополов уточнил, что юридической силы весенние электронные повестки иметь не будут, но кто же его спросит? Мнение Картополова меняется каждую неделю в зависимости от того, как он поймает сигнал сверху. Зато московский военком рассказал еще об одной особенности. Теперь призывников и мобилизованных будут отлавливать при помощи умных камер. Тот же Локтев говорит, что проживание не по адресу прописки сейчас главная причина неявки в военкомат. Ну а теперь электронная повестка считается врученной по факту публикации. А дальше не только запрет на выезд и распоряжение имуществом, но и фактически объявление в розыск. Конечно, эксперты говорят, что пока чисто технические системы распознавания лиц не готовы к поиску и задержанию десятков тысяч людей. Ну просто нет таких баз. Из отчета компании Видеомакс следует, например, что никакие накладные усы, бороды и очки не помогут обмануть алгоритмы. Парит почти вдвое снижает точность опознания. Но круче всего патриотический грим. То есть если нанести на лицо цвета российского флага и надеть кепку с надписью «Россия», то система, ну, просто вообще вас не видит. В общем, пока лайфхаки, как говорится, есть. Но надо помнить, как минимум в части розыска и задержаний прогресс в России точно не стоит на месте. Каждому свое. Им там, знаете, Apple Pay с Теслой, нам умнейшие камеры наблюдения и нейросети, отправляющие прямиком под Бахмут. Тем более и туда теперь ехать не надо. Поздно вечером в четверг боевые действия перешли в Белгород. Впервые в виде снаряда, который взорвался совсем недалеко от центра на перекрестке улиц Губкина и Ватутин. На месте взрыва воронка с радиусом в 20 метров, и это в километре от электроподстанции, по которой, возможно, и били. Ударной волной машину забросила на крышу «пятерочки». Сообщается о повреждении жилого дома и разрушениях в квартирах. По предварительным данным, обошлось без жертв. В новостной ленте экономика и бизнес занимает примерно тот же объем, что и политика. Компании перепродаются, выкупаются, расширяются, оптимизируются, продолжают работать в новых реалиях, пытаются устоять и даже развиваться. Все это, как вы понимаете, невозможно без грамотных специалистов. В первую очередь финансового директора. Более полутора тысяч вакансий открыто прямо сейчас, это только на Headhunter. Владельцы бизнесов готовы высоко оплачивать их услуги с одним простым условием – качественно выполнять свою работу. Таких профи готовит Академия Эдюсон на курсе «Финансовый директор». Насыщенная программа обучения покрывает основы финансов и финансового анализа, а каждый блок теории обязательно закрепляется практикой на реальных кейсах. Четыре месяца обучения на примере 17 реальных кейсов из разных ниш, практические тесты на онлайн-тренажерах и, главное, преподаватели практики. Консультанты из «Большой четверки», финансовые директора топ-компаний в разных отраслях. Ну, например, KPMG, Megafone, Avon, Deloitte и другие. Вы получите все навыки, необходимые финансовому директору – анализ финансовой отчетности, инвестиций, планирование и бюджетирование, риск-менеджмент, управление финансами и многое другое. Кстати, этот курс очень популярен и у предпринимателей, которые хотят разбираться в финансах и принимать управленческие решения на основании цифр и показателей. У каждого ученика есть личный куратор, и помимо финансовой сферы вы прокачаете навыки по управлению командой, презентациям и публичным выступлением. После окончания курса вы получите официальный документ, а доступ к лекциям у вас останется навсегда. Академия Эдюсон поможет с трудоустройством. Вместе с HR-специалистами вы создадите грамотное резюме, подготовитесь к самым сложным интервью. Ну, а если нужно, ваше резюме разошлет в компании-партнеры, что позволит вам быстро найти работу. По моему промокоду СОБЧАК вы получите суммарную скидку 60% на обучение и личную консультацию с экспертами курса в подарок. Курс «Финансовый директор» от Академии Эдюсон. Все подробности по QR-коду на экране или ссылке в описании. В понедельник Мосгорсуд приговорил Владимира Карамурзу, признанного инагентом к 25 годам колонии строгого режима. Его судили по трем статьям Уголовного кодекса. О распространении фейков про российскую армию, об осуществлении деятельности нежелательной организации и о госизмене. Обвинение просило приговорить политика именно к такому сроку. Виновным себя Карамурза не признал. Его задержали в эти дни год назад. За этот год в СИЗО у Карамурзе обострились болезни. По словам адвоката, у него диагностировали полинейропатию нижних конечностей. По закону с таким диагнозом сидеть нельзя. Политически Владимир Карамурза не совсем как бы мой герой, скажу честно. Мне он всегда казался излишне радикальным и по своим взглядам, и по упорству, с которым добивался введением санкций и разработкой закона Магницкого. Но, знаете, такое медленное убийство человека, который уже пережил два тяжелых отравления, да и сам срок 25 лет, это все-таки что-то совсем запредельное. Те, кто интересовался историей диссидентского движения, хорошо знают имена Синявского, Даниэля, Голландского, Гинсбурга. Они стали широко известны именно после того, как их посадили. Первых двух в 66-м, вторых через два года. Так вот, сроки этих очень известных сидельцев суммарно, всех вместе взятых, вдумайтесь, меньше, чем срок Владимира Карамурзы. Новость панорамы о том, что на этап Карамурза поедет в Столыпинском вагоне из музея ГУЛАГа, шуткой как бы не выглядит. Его 25-летний срок получился путем сложения сроков по трем статьям. Но если посчитать, то получается не 25 лет, а 28. Дело в том, что нельзя отдать выше максимального срока, сейчас это 25 лет тюрьмы. Но так было не всегда. Это секретное учебное пособие для сотрудников НКВД по тюремному делу. Здесь рассказывается, что в капиталистических странах тюрьмы это инструмент контроля над рабочими, крестьянами и трудовой интеллигенцией. Тогда как в Советском Союзе это орудие диктатуры пролетариата против шпионов, убийц, вредителей, засылаемых иностранными разведками и прочими. А также против вредителей, воров и расхитителей. В 1939 году, когда была издана эта брошюра, по политическим статьям сидели уже миллионы людей. А срок 25 лет не казался экзотикой. Он был довольно широко распространен. Уголовный кодекс оттепельного 1960 года вводил новый максимальный срок тюремного заключения – 15 лет лишения свободы. В советских газетах это называлось «гуманизацией системы наказания». Длительные сроки заключения в той же Америке считались пережитками капиталистического строя, а советскую, более гуманную систему называли прогрессивной даже некоторые левые европейские интеллектуалы. По статье 64, связанной с изменой Родине, могли и расстрелять, но уж если сажали, то не больше, чем на 15 лет. В 1977 году специальным указом максимальный срок и вовсе сократили до 10 лет, кроме крайних случаев. То есть целых 60 лет у нас просто не было таких сроков за слова. До этой недели. Отдельно здесь интересна фигура судьи Сергея Подопригорова, который вынес решение. По информации адвоката Карамурзы Вадима Прохорова, пять лет назад Подопригоров просил Американское министерство финансов исключить его из того самого списка Магнитского, над которым работал Карамурза. Вот черновик письма. В 2008 году именно Подопригоров постановил взять Магнитского под стражу и так попал под санкции. Прошение об исключении из списка, по словам Прохорова, готовила одна из самых дорогих юридических компаний в мире, британо-австралийская Эрберт Смив Фрихилдс. С ним, с этим исключением, ничего не вышло, зато уверенно было очень приятно замыкать этот огромный круг подписью под приговором. А еще, очень удачно, на следующий день после приговора Карамурзе Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла поправки о пожизненном сроке за госизмену. И ужесточила срок наказания еще по нескольким статьям Уголовного кодекса, связанным с экстремизмом и терроризмом. О чем лично я вспомнила, когда читала новости о сроке Карамурзе. Отец политика, Владимир Карамурза-старший, был одним из главных лиц того самого первого старого НТВ. На канал и в профессию его привел ближайший друг Олег Добродеев. Сейчас он возглавляет ВГТРК. Их дружба закончилась ровно 22 года назад, 15 апреля 2001 года. Практически в прямом эфире. Вы увидите Владимира Карамурзу, ведущего программы «Сегодня в полночь». И затем вы увидите его разговор с Владимиром Кулистиковым, по версии «Газпрома», главным редактором телекомпании НТВ, и Олегом Добродеевым, председателем ВГТРК. Почему председатель ВГТРК пол шестого утра в Страстную субботу находится на этаже телекомпании НТВ? Потому что я уже не председатель ВГТРК работаю. Отставки, о которой упоминает Добродеев, тогда не случилось. Он по-прежнему руководит холдингом. Карамурза-старший умер 4 года назад. Он был крестным отцом сына Добродеева, а по словам некоторых знакомых семьи, Добродеев тоже крестил его сына, которого хорошо знал с младенчества. На этой пасхальной неделе о сроке для Карамурзы подчиненные Добродеева говорили вот так. Карамурзе дали 25 лет. Карамурзе, который призывал к введению санкций против России, который выступал с призывом, который вставлял санкционные списки, который говорил, как бы больнее ударить. А это разве не измена родины? Что бы сделали с американцем, который выступал бы, скажем, в Государственном Думе Российской Федерации с призывом введения санкций против Америки и представлением список лиц? Это с вами, к какой партии он принадлежит? Любой партии. Его бы просто растоптали. Потому что здесь абсолютный консенсус. Этого просто делать нельзя. Это измена родины. Очень интересно, знаете, психологически, что чувствовал глава ВГТРК, отсматривая выпуски своего главного вечернего шоу. Приятно знать, когда ты кого-то вдохновляешь. Но когда этот кто-то Вассерман, уже как бы не так приятно. Депутат Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие больше миллиона рублей наличными, должны сообщать об этом наголовикам, а также объяснить происхождение средств. В противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий обнаруженную сумму. Ну, а кто виноват будет, если такой закон примут? Конечно же, как всегда, Собчак. То есть это я его на это вдохновила. Точнее, обыск моей квартиры в далеком 2012 году. В разгар очередного приступа массовых беспорядков в столице у Ксении Анатолиевны Собчак обнаружили несколько десятков конвертов деньгами на общую сумму, точно не помню, но несколько, порядка полутора миллионов евро. Понятно, что эти деньги шли на финансирование вот этих самых массовых беспорядков. Понятно ему, видите ли. Ну, то есть если есть деньги, то куда их еще вообще можно тратить, если не на беспорядки? Интересно, такая блестящая идея пришла Анатолию от недосыпа или наоборот, может, выспался, бодрость почувствовал? Помню, как он жаловался на ранние заседания. Бассерман считает, что такая статья помогла бы бороться с экстремизмом и коррупцией. А что далеко ходить-то, Анатолий? Вы можете довольно быстро набросать смету. Каких именно сумм можно лишить потенциальных экстремистов, например? Главное начать с ближайших коллег-депутатов. Пройдитесь по гостям, выпейте чаю, загляните в сейфы, как говорится. Что-нибудь по карманам можно разложить. Может, по старинке в стопке с бельем, в книжках тоже поищите. Чую, мои конверты десятилетней давности покажутся с дачи из булки хлеба. Ну и с коррупцией поборетесь и оттащите народ от бездны с беспорядками. Но, думаю, все-таки это вряд ли удастся. Коллеги по Госдуме, с чего бы это они вообще и Министерство финансов эту идею уже осудили. И, думаю, не только потому, что это, цитирую, не отвечает интересам граждан. Человек, который годами носит на себе вот это, не может судить, кому, как и что можно хранить. Ну, а, возможно, и других больших решений ему тоже доверять не стоит. Единственный способ разгадать тайну жилетки – это самому оказаться, как говорили древние эскимосы, в ее шкуре. Вот так выглядит моя жилетка в жидкой форме. Так. Если тайное удовольствие называют guilty pleasure, то как обозначить гордость за стыдное? Пока не знаю, филологам есть о чем подумать, но у этого понятия уже есть лицо. Виталий Бородин – истинный общественник. Характер горячий, невыдержанный, бывший боксер, беспощаден к знаменитостям. Многолетний автор огромного количества доносов и жалоб на журналистов, артистов и почти на весь золотой граммофон. Обращался в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Минюст, чтобы наказать. И это я сейчас вообще не всех вам назову. Валерия Меладзе, инагента Семена Слепакова, Лайму Вайкуле, Диану Арбенину, инагента Оксимирона, Ани Лорак, Ольгу Бузову, Даню Милохина, Наталью Ветлицкую, Диму Билана, Игру Хогвартс Легаси, ну и еще много-много других журналистов, организаций и всяких там мелких чиновников. При этом самое интересное. В огромном количестве заголовков он появляется исключительно почему-то, опять же, как адвокат Ксении Собчак. Господи. Адвокат Ксении Собчак заявил. Адвокат Ксении Собчак выступил. Адвокат Ксении Собчак куда-то там прибыл и на кого-то опять нажаловался. И вот теперь прекрасное. Адвокат Собчак вступил в дело нотариуса Подобедовой. Ну или просто звезды о звездах. Знаете, я, конечно, зашла в кладовой памяти, но нашла там совсем немного. И оказывается, несколько лет назад он целых два дня представлял мои интересы. Я ему верю, конечно, но не помню совсем. На самом деле, вот этот самый мифический адвокат Собчак это бывший сотрудник МВД, совладелец стройкомпании, питавшийся госзакупками, неизбранный депутат Госдумы и руководитель ФПБК. Да-да, вам сейчас не послышалось. Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. Ну, это примерно как Жириновский либерал-демократ или как Бородин, вот теперь борец с коррупцией. Он же счастливый обладатель мамы, бывшей воспитательницы из Ельца, с домом и участком в тысячу квадратов в поселке Горки-2 на Рублевке. Именно там, судя по соцсетям, и живет ее сын с детьми и женой Еленой. Она же официальный представитель ФПБК, она же ведущая РЕН-ТВ, она же внучка генерала-майора КГБ. Бородин, знаете, вообще, я так поняла, живет насыщенно. То у него грамм кокаина найдут, то помощника возьмут на взятки, то сам пройдет стажировку в фонде, который первым признают нежелательным в России. Но все-таки мы любим Бородина не за это, согласитесь. Из последних сочинений. Попросил проверить Данилу Козловского на экстремизм, гражданство США и иностранное финансирование. На что Козловский подал иск о защите чести и достоинства. Обвинил Аллу Пугачеву в финансировании в ВСУ и в работе на западные спецслужбы. Ну и, как говорится, хэт-трик по Лилии Меджидовне Ахиджаковой. Возбуждение ненависти и вражды, дискредитация армии и госизмена. И тут Бородин спровоцировал немыслимое. За актрису вступился даже Андрей Норкин. Ахиджакова террористка поддерживает Навального, Ходорковского, педофилов. Педофилов и пидорасов. Правильно? Присядьте, пожалуйста. Не будет. Тогда выход начинай. Еще раз. Господин Бородин. Ну и что за этим последовало? Бинго. Заявление на Норкина в Роскомнадзор. Видимо, не последнее и не на последнего. Что из этого следует? Ну, во-первых, теперь каждая сумасшедшая соседка с номером участкового на быстром наборе, когда вырастет, мечтает стать Виталием Бородиным. Во-вторых, гордо делать стыдное – это, безусловно, какой-то прямо сейчас самый горячий новый тренд. Поздравляю, мой воображаемый адвокат. Вы – редкостный трендсеттер. Ну, а в-третьих, если вы борец с коррупцией и немолодыми женщинами, спросите у мамы, откуда у нее дом и компания Бородин Групп. Может, она заодно напомнит, что доносчику первый кнут. Телеканал ТНТ по-настоящему соблюдает традиционные ценности. После ухода вечернего Урганта из эфира первого на ТНТ выдержали год траура и только потом запустили свой лейт-найт – ежевоскресное шоу Волли. Полное ощущение, что название выбрано не по фамилии ведущего, а по принципу Оруэлла с его министерствами правды и любви. Как будто все участники процесса смотрят не в камеры, а в дуло. Шоу Волли – немного как суши, купленные на заправке. То есть, на первый взгляд, все ингредиенты вечернего шоу тут есть. Суши выглядят как суши. То есть, звездные гости, дети, игры, песни, даже шутки о новостях об этом отдельно. Но есть это все все равно невозможно. Космос – это единственное место, куда россияне летают не через Турцию. С другой стороны, конечно, можно полететь и в Дубай, но в космос пока дешевле. Дамы и господа, у нас сегодня в гостях Оксана Цуцунская и Венимин Клакс. Пожалуйста. Здрасте. Куда можно сплюнуть? Мне так первая жена говорила. На фотографии Тимоти не сидит в машине. Мое предположение, возможно, он в ней послушал свои треки и проветривает. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Теперь неловко припоминать вечернему Урганту самоцензуру. Ну вот реально, главное, чтобы было с чем сравнивать. Даже завуалировать сегменты из Джеймса Кордона и Эллины Де Дженери с автором было лень. Сперли и сперли, что вы вообще нам сделаете? И, конечно, главные новости недели от Ильи Соболева. Московские дороги помоют шампунем возле Байкала, запретят продавать пластик и невиданная для ТНТ острота. Прорез Трампа. Прикиньте? Ну, то есть практически подрыв устоев. Бородин уже пишет свой донос. Новость о том, что бывшему президенту предъявляют какие-то обвинения, меня лично не удивляет. Сейчас вообще такое время, что кому только не предъявляют жесткие обвинения. Даже блогер Лерчик попала под раздачу. Специальная пауза, чтобы автоматчики в студии могли друг друга сменить. Несмотря, знаете, на такой прям уже прямой пиар-месседж «Мы лучше Урганта! Мы лучше Урганта!» Сбитые летчики не взлетают. Даже откопать стюардессу не помогло. Москва обогнала Армению по количеству армян, а трусики Волочковой обогнали реку Ганг в Индии по количеству живых организмов и мужчин, заходивших туда по поясу. Ай-яй-яй! Опасно! Прошлись! В студии, очевидно, находятся в ногах у розового слона, о котором ни в коем случае нельзя говорить. Ну, теперь действительно нельзя. Одна надежда – продюсер шоу Воли Тина Канделаки, а значит, оно, скорее всего, ненадолго. Ну и напоследок о новой оттепели. Во вторник стало известно, что в России в этом году опять отменено шествие бессмертного полка. По словам сопредседательницы движения Елены Цунаевой, отмена очного шествия связана как с угрозами, так и со стремлением организаторов акции уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире. С 2020 года шествие не проводилось из-за ковида, а теперь, видимо, из-за беспилотников. Живущие за границей аналитики рассказали, что власть боится людей, которые выйдут на улицы, а еще портретов родственников, погибших не во Вторую мировую, а, скажем так, несколько позже. Но запрещать народу дедов и победу тоже не хочется. Поэтому Министерство внутренних дел в лице генерала Ирины Волка разрешило повесить портреты воевавших родственников, фотографии их наград и рассказы о подвигах на стекла машины. Ну, то есть штрафовать за это не будут. Невиданная вольность. В этой связи Министерство внутренних дел России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семи участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности. Но чтобы гласность шла в одну конкретную будку, Ирина Волк особо отметила речь об участниках Великой Отечественной. Что будет за портреты участников других боевых действий, назовем это так, не объяснила. Возможно, чтобы вообще ничего не дискредитировать. Это были Осторожно новости. Подписывайтесь на нас здесь, в Телеграм. Обязательно ставьте лайк. Вот прямо сейчас. Ну, давайте. А мы с вами увидимся через неделю. Пока.